Это было красиво, мы вам скажем, в команде сила, знай наши! В аэропорту Шереметьево рейс из Владивостока ждали с нетерпением. На борту самолёта находились члены мужской и женской сборной по баскетболу 3х3 и серебряные призёры Олимпийских игр в плаванье, среди которых ведновчанин Иван Гирёв. Он поспешил поделиться впечатлениями от первой в своей карьере поездки на Олимпийские игры и, конечно, о завоёванной в эстафете серебряной медали. Напряжение ощущалось, что очень плотно шли всю эстафету. Золото было понятно, что, скорее всего, от нас уплывает, и мы держались за серебро. В Токио ребята выступали без болельщиков на трибунах. Вернувшись на родину, наши пловцы смогли ощутить всю народную любовь и поддержку. В аэропорту Ивана Гирёва ждала большая делегация – молодёжь, активисты, члены спортивных организаций Ленинского округа. Эмоции вообще переплескались. Это была гордость за наших ребят, прежде всего за центр «Дельфин». И за всю сборную России. Это было, конечно, что-то нечто. Да, конечно, мы даже ночами не спали. Как только нам об этом сообщили, мы сразу сорвались и сразу же поехали в Шереметьево встречать наших ребят, наших чемпионов. Наши ребята – это, в общем-то, герои, которые у нас, можно сказать, сейчас расслабляют наш округ, нашу Московскую область, Ленинский городской округ на всём, на весь мир. Но больше всех своего победителя ждала Евгения, девушка видновского спортсмена. И тёплая встреча состоялась. Сейчас у Ивана есть немного времени на отдых, который он планирует провести со своими родными. Вернусь к тренировкам уже совсем скоро. Скоро будет проходить старт АСЛ, Международная лига, в конце августа. И нужно к ней всё-таки подходить подготовленным. Поэтому недельки две у меня есть на свободный полёт. Отдохну. Наверное, домой поеду. Вот так. В последний раз российские пловцы брали медаль в эстафете на играх в Пекине в 2008 году. Спустя 13 лет команда вновь вошла в призы. И несомненная заслуга в этом и наших видновских спортсменов. Александра Столярова, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.